Архимандрит Иустин Синаид Родился в США. Образование получил в Университете Техаса. С 1996 года насельник монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Руководитель монастырской библиотеки. Ваш монастырь на горе Синай – один из самых знаменитых в православном мире. Какова нынешняя ситуация в монастыре? Сколько монахов проживает в монастыре? Какой они национальности? Мы зовем монастырь Святой Екатерины самым древним, постоянно населенным монастырем мира. Мы можем проследить существование монастырской жизни с конца III – начала IV века. За 1700 лет он ни разу не был разрушен, никогда не оставался в запустении. Он был бедным монастырем на краю света. Великие монастыри Константинополя были имперскими столпами с огромными запасами сокровищ и многочисленными монахами. Синай же всегда был отдаленным местом. До XVII-XIX веков его было чрезвычайно трудно посетить. Путь на верблюдах до ближайшего порта занимал 10 дней. Поэтому сказать «я был на Синае» было очень почетно. Это означало, что у тебя огромное усердие, у тебя есть возможности и время, терпение, чтобы проделать столь тяжелый путь. С созданием автомобилей дорога стала занимать один-два дня. А затем появились современные трассы, построенные в 60-70-е годы. Но стоит всегда помнить, насколько недавно все эти новшества введены. Синай стал доступным 40 лет назад. Поэтому, когда вы приезжаете сейчас туда и видите трассы, отели, рестораны и магазины, которые были построены, чтобы поддержать поток приезжающих, все это недавнее развитие. В древние времена было трудно отыскать пищу и воду, чтобы поддержать существование. Но тогда люди жили в уединении, в пустыне, в тишине, и монахи достигали высот духовного просветления. Сейчас еда и вода не являются насущным вопросом, поскольку транспортировка совершается без всяких проблем. И вызовы, с которыми сталкивается монастырь сегодня, — это сохранение древнего наследия, духовного наследия, которое является живой традицией, когда практически все вокруг монастыря претерпело изменения. В общине живут 23 монаха. Это маленькая община в сравнении с Великим Афинским монастырем, в сравнении с монастырями России. Но Синай всегда был маленьким монастырем на краю света. 23 человека — немного. Но 40 лет назад было всего 7 монахов. Есть древнее правило, что каждый желающий остаться в обители должен получить согласие, поскольку это часть греческого мира еще с 4 века, и монахи хотят сохранить греческое наследие. Монастырь был преимущественно греческим на протяжении всей своей истории. Но также были монахи из других стран и других народностей. Современным примером могут послужить монах из Англии и я. Кроме того, думаю, что у монастыря особые отношения с Россией. У нас есть замечательная коллекция рукописей на славянском языке. Есть свидетельства о русских паломниках, бывших в монастыре несколько столетий назад. Есть серебряная рака и четыре реликвии в монастыре святой Екатерины, пожертвованные Софией, сестрой Петра Великого. У нас есть канделябр, подаренный императрицей Елисаветой. Много даров от русских князей, русских иерарков и паломников. И сегодня русские — главная часть тех людей, которые посещают Синай, поскольку сейчас существуют прямые рейсы — Москва, Шарм-эль-Шейх. Русские прилетают туда отдохнуть, но как результат к нам приезжают в особенности зимой примерно 300-400, иногда 500 русских каждый день. Сейчас существуют особые отношения с Россией и особые программы для паломников. Многие приезжают практически ничего не зная о монастыре, но видят пожертвования, внесенные русскими благодетелями на протяжении многих лет, и задумываются о том, что этот монастырь — часть их культурного и духовного наследия. В таких случаях мы говорим, что люди приехали туда.